Илья Атаманов, начальник Люберецкой госавтоинспекции, рассказал о подготовке к 1 сентября и нововведениях в законодательстве. Более подробно прямо сейчас. Камеры системы «Безопасный регион» запечатлели несчастные случаи на Люберецких дорогах. Здесь виновниками трагедии становятся пешеходы. Они даже не смотрят по сторонам, выходя на проезжую часть. Чтобы не допустить такого, каждому нужно соблюдать одно важное правило. При выходе на дорогу убедиться, что водитель готов пропустить. В идеале найти его глаза, понять, что человек на тебя смотрит. Не всегда это позволяет. Дорожная обстановка, освещение, как минимум убедиться, что машина остановилась. Причем это предписано правилами дорожного движения. Пешеход обязан убедиться, что ему предоставляют преимущества. Не обязан воспользоваться своим преимуществом, обязан убедиться. Казалось бы, прописные истины, но в этом году в 90 ДТП пострадали люди, как пешеходы, так и пассажиры. Получили серьезные травмы 15 детей. Поэтому госавтоинспекция усилила контроль. В День знаний около Люберецких школ будут дежурить 70 сотрудников ГИБДД по всему округу. Задача родителей в эти дни – научить детей правильно проходить маршрут от дома до школы и обратно. Не надо воспитывать детей. Воспитывайте себя. Потому что дети будут вести точно так же, как вы себя верите. Проецируем эту фразу на безопасность дорожного движения и обучение детей. За перевозкой маленьких пассажиров тоже пристально следят. В округе проводится рейд по использованию детских кресел. Илья Атаманов рассказал и о нововведениях, которые коснутся автолюбителей с 1 сентября. Теперь знаки фотофиксации будут стоять только при въезде в населённый пункт. А не перед каждой камерой, как это было раньше. Анна Слайковская, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ.